Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. Итак, сегодня 14 сентября, давайте смотреть, что у нас по битку. Вообще, очень интересные вещи творятся у нас сейчас в крипте. Сейчас мы их все разберем. Отдельный, конечно, респект к комментарию. Вот только зашел под видео вчерашнее, прочитал. Насколько логично, на Alex NoName пишет, насколько логично и рентабельно ждать бесконечно шорт, пропуская точки входа в лонг. Может, стоило как-то по-другому работать? Надеюсь, Alex нашел великолепную точку входа в лонг. В общем, и в целом, конечно, постоянно находиться в позиции. Ну, такая себе стратегия, постоянно искать и в шарте быть, и в лонге, и постоянно искать все движения. Кто же тебе запретит искать точку входа в лонг? Надеюсь, нашел. Так, что касается ситуации. Думаю, что к зоне припампа придут сегодня или завтра, однозначно. И далее надо смотреть. Ну, во-первых, аккумуляция, если это была манипуляция, должна быть вверх экспонента. Обычно после манипуляции мы не тестируем никакие... Мы не тестируемся, так скажем. То есть, если взять любой манипуляцию, вот, например, здесь манипуляция, да, здесь мы ничего потом не тестируем, просто вверх шли-шли-шли, все выше-выше. Также здесь, вот, если посмотреть, вот была манипуляция, мы ничего здесь потом не тестировали. То есть, пробой уровня, собрали лимитки и резко отвозим вверх. Вот здесь, ну, я думаю, что вот эта вот аккумуляция, вот эта вот манипуляция, тоже особо здесь не тестировались, просто в большем масштабе. Идем вверх. Ну, здесь аккумуляция, манипуляция и рашим вниз. То есть, ну, не знаю, вот это вот можно считать тестом или нельзя. Ну, то есть, вот здесь вот пробу уровня. Ну, фактически можно. Ну, то есть, я за то, что все-таки это никакая не манипуляция. И если биток еще как-то выглядит на отбой уровня, то, что он реально сможет хотя бы минимальный отскок дать от этого уровня, то эфириум, конечно, выглядит как зажимуха, перед которой просто бездна. Да? А, причем зажимуха, первое касание, второе касание, третье касание, отбой. И обычно, как проходим горячий нож сквозь масло дальше, как минимум к зоне припампа, я думаю, что вот здесь зона сопротивления сильная. Ну, эфириум 1200 быть. Единственное, конечно, что очень и очень и очень и очень и очень настораживает, это фондирование эфириума, если выставить эфириум место, битка, здесь эфириум, так, секунду, где тут эфириум вместо битка. Ну, конечно же есть. 0, минус 0,33. Здесь у нас тоже минус 0,3. Такое последний раз было... А, стойте, неправильно смотрю, надо на нефки смотреть. Минус 0,1. Здесь тоже минус 0,1. Такое, последний раз, когда у нас было... Ну, минус 0,2. Тут было на задире, на манипуляции как раз-таки снизу, после которого пошли рашить. Ну и самое огромное, конечно, это был в ковид. Ковид и дамп. Ковид и дамп тут вообще выходил на минус 0,18. Странно, кстати, то, что вот этот индюк не показывает. Так, это он биточек. Менеем на эфириум. Да, почему-то он... Через раз тупой индюк работает. Вчера же биба была, вчера показывал эфириум. А, вот, чуть оттянул. Тут уже показывает 0,1. Здесь 0,1, здесь 0,1. Ну, по премиум индекса, возможно, он брал крайние точки. Тут, конечно, минус 0,4. И сейчас минус 0,3. Вот это единственное, что меня очень настораживает. Это, конечно, пока единственный индюк, который смотрится на разворот, на который я обращаю внимание. Но тоже так, игнорировать. Сложно сказать. Я не буду, как бы, пытаться предугадать, почему это так, но вчера, как бы, было 4 миллиона ликвидаций в моменте на эфириуме. Я считаю, что это очень много, даже для бинанса. Ну, я говорю, в моменте именно. Понятно, что там за день ликвидировали больше, и, в общем, в целом это копейки. Вот прямо в пиковый момент. Пока не вспомню, когда у нас еще столько ликвидаций было на эфириуме. Но надо признать, что после 69 тысяч, ну, после АТХ, на эфириуме первый раз такое фондирование. Вот это реально бомба. Честно говоря, 0.2 на бинансе. В общем, не берусь утверждать. Единственное, что, ну, как бы, зажимуха. Зажимуха тут есть. Так, ну, давайте почитаем комментарии. Так, Алексу, ну, на ему, респект. Надеюсь, лонг, он уже в прибыли у него. Возможно, отрицательный фондинг по эфириуму из-за перехода на Proof of Stake. Купили спот, массово захотелись фьючами. Да, сложно сказать. Мы же видели, как на многих биржах давили отрицательным фондингом, и все равно цена шла вниз все это время с АТХ. Единственное, кто показывал релевантное фондирование, это Bitmax. И, смотрите, Bitma показывает многие альты, апы, вон, 0.1. Ну, то есть, я бы не сказал, что Bitma находится на рестарте. У нее на рестарте только эфириум, парадокс. Конечно. Так, возьму, так, это прочитали. Прекрасное утро, как всегда, Артем, расскажи сейчас, углубляясь во внутреннюю торговлю. Скальпинг, твое мнение попадет по поводу, интересно послушать. Как я понял, это и идет торговля основной на собирание импульса в счет поставленных стопов за уровень. Я же правильно понял. Ну, опять же, смотри, насчет скальпинга, я, наверное, тебе не подскажу. Тебе, наверное, в чате, наверное, у кого-нибудь спросили, кто постоянно скальпит. Я все-таки, наоборот, стараюсь уходить от скальпинга. К скальпингу очень редко бывает, ну, формация, я вижу, что, ну, 100% отработает. Иногда я захожу, там, на маленький таймфрейм, но это прямо очень редко. И если, там, разделить на все основные сделки, это вообще ничто. За мной, конечно, стараюсь 4 часа брать таймфрейм. 4 часов, 8 часов, дневка, ну, часовик иногда. Ну, на часовике, так же, как, там, на 15 минутах достаточно много манипуляций. Сложно тебе что-то подсказать на этот счет. Как там и развивается стратегия собирания стопов за уровнями, это уже зависит от стратегии. На скальпинге их очень много. Вот, опять же, непонятно, что можно назвать скальпингом. Мои сделки, которые основывались на, там, 4-часовом тайминге, на 4-часовых свитчах, они иногда отрабатывали, ну, за 15 минут в чате. Вот, я кидал как-то, там, сделочки в режиме онлайн. Они реально отрабатывали в течение, там, 15 минут. Но, был ли этот скальпинг? Ведь я готов был ждать, ну, там, сутки, двое, трое для отработки. Сложно сказать. Еще есть возможность, скажи, какой терминал подобрать? Перековыряв плане ютуба, душа лежит к тайгер. А также вижу, что ты торгуешь на разных биржах. Какая по комиссиям лучше подойдет для этого дела? В чате есть счастливый человек. Он рассчитывает прямо комиссии. У него спроси, скорее всего, он тебе даст более подробный ответ, чем я. Насчет тайгера. Я ничем не пользуюсь, никакими терминалами. По поводу терминалов тоже, скорее всего, кого-то из чата тебе лучше попросить. Наверное, подскажут. Так, я ведь прав, что при такой торговле нужно подключать комп к инету по проводу, чтобы понизить пинг. Не знаю, честно, вот, я не буду тебе, как бы, играть в эксперта во всех областях. Я не знаю, реально по скальпингу, пинг, не пинг. Вон, тебе, видишь, хотят подсказать, он тут в комментариях, но, к сожалению, мы его заблокируем. Вот, поэтому, сорян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гип на дневке CP500 должен 3450 торбовать, глянь, плиз. Говорил уже по СИПЛУ много раз, просто когда мы там уже графику неохота возвращаться. Пару словечек насчет ставки на сервине. Снизили, значит они на 1% ставочку рынок дал 6-8%. Это какая-то штука там экспода. В смысле, причем здесь кто-то снижает, снижают игроки. Ты заходишь, берешь фьючерсы в лонг, против тебя должны кто-то ставить фьючерсы в шорт. Если таковых нету, им доплачивают. Причем здесь кто-то снизил, что там. Трекс, БТК, таймфрейм, 1 месяц, большое плечо, башка плечой. Как зажимой скам? О, отработка скам, как я понял, есть. О, кстати, я хоть напомнил мне. Ну ладно, давайте ТРХ, посмотрю, рать приколы к битку. Ой, к БТЦ. Хочу BNB посмотреть, давно я слежу. Так. Ну... Если ты про такой зажимой скам слишком... Слишком очень уж... Острый угол. Какого-то другого зажимного скама. Типа вот такой. Ну, не знаю. Раз, два... Да нет, не знаю, как-то слишком острый угол для меня. Тут уже не вырисовывается ничего. Это значит, надо переносить... Не, не вижу. Я тут не хотел BNB посмотреть. BNB, BTC. Что там? Там же это, зажимуха рисовалась. А, до сих пор. Стадия манипуляции. Бам-бам-бам. Ну, да, что-то с BNB произойдет. Боюсь. Что-то хана BNB. Хотя, вот тут вот есть еще время, потому что тут еще зажим наверху. Микро-зажимок. Раз, два, три. Должен быть какой-то отбой. И поскамелись. Ну, блин, что такое должно произойти с BNB? Просто, ну, я не понимаю. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но пока BNB выглядит вообще удручающе. Так. Шорт FM может дать сбой. Окей. На ставки польют всех. Окей. Рупель по 40. Как тебе такой он, маск? Окей. Бленк, рок, звонят колокола. Понял. Тут какие-то стишки. Мы на медвежке уже сочиняем. Так. Ладно. Всем до новых встреч. Всем спасибо. Полезные ссылочки в описании. Да пребудет. С вами Прибыль. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok